добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портал радиоцентра сан гейтс начинает свои программы сегодня у нас суббота и 29 число 29 октября время в городе чикаго 10 часов 30 минут и мы начинаем сегодня новую программу которая называется беседы о насущном то есть очень большая и обширная тема и мы сегодня поговорим с моим собеседником который сегодня хочу представить который будет регулярно у нас теперь на радио выступать зовут его владимир голдштейн володя здравствуй здравствуйте да ну и володя литератор писатель журналист и сегодня он будет моим собеседником ну и о чем будем говорить давай володя начинай мы сегодня поговорим о нумерологии о том что эта наука может дать современному человеку и мы затронем сегодня тему на мой взгляд очень злободневную то что интересует всех сегодня эта тема счастья как стать счастливым причем мы поговорим об этом именно в контексте нумерологии поскольку михаил специалист в этой области сможет сегодня дать квалифицированную консультацию и рассказать о том как же стать счастливым в таком сложном современном мире михаил я хочу первый вопрос задать с точки зрения восточной западной философии с точки зрения ведической философии что же такое счастье майкл хорошо спасибо володя да действительно физическая мудрость гласит что человек должен быть счастлив это единственное предназначение человека быть счастливым так говорят физическая мудрость ну веда это знания которые пришли к нам из глубины из глубины веков и вот вопрос заключается в том как понимать что такое счастье извечный вопрос который задают а что такое счастье вот как на него отвечать у меня есть моя концепция определение что такое счастье и я могу с этим поделиться да да пожалуйста вот кстати согласны ли вы с тем что счастье состоит из трех частей это такая распространенная точка зрения это хорошее здоровье выполнение своего предназначения и третье это гармония в личной жизни в общем то это без сомнения так то есть тут нету никаких противоречий только посещая экзотические заморские страны я бы так сказал и находясь там достаточно промежуток долгий промежуток времени во время его пребывания там я пришел такому выводу что тоже не противоречит вообще никаким не теориям и вообще ничему о том что для начала надо определить кто мы есть то есть мы люди как известно в библии мы три едины это скажем так по-английски это звучит body mind spirit тело дух душа или тело ум душа допустим так и вот то что допустим ты сейчас сказала распространенная вот это вот три компонента это все относится к телу поскольку здоровье здоровья чего здоровья физического тела ну наверное физического и здоровья психического нет вот психическая это все еще тонкий субстанции это не имеет никакое отношение это имеет отношение все-таки к физическому телу потому что у нас еще разные части этого тела это что лежит верхней части нашей то биже в голове это beispielsweise этот Психическое здоровье, то есть, как мы думаем, как работает наша психика, а вот то, что называется спирит, то, что называется душа, то, что называется дух, к этому не имеет совершенно никакого отношения. То есть, это имеет отношение вообще к нематериальному, и вот здесь наступает конфликт в понимание западных людей о том, как это так. То есть, есть, скажем так, группа людей, которые верят в Бога, а есть группа людей, которые не верят в Бога, это то, что называется атеистами, верно? Да, безусловно. А вот даже те люди, которые верят в Бога, опять же, кто такой Бог или что такое Бог? Для многих есть, скажем, о том, что Бог – это энергия, о том, что это, скажем, вот как в дауизме, это никак не материальное существо. А для христианской, скажем, религии, католической, там, допустим, это Иисус Христос, правильно? То есть, это конкретный человек, который пришел, совсем, кстати, для других целей, чем его сейчас понимают, но, тем не менее, это физическое, то есть, материальное существо. Если мы обратимся к ведам, то на территории, то, что сегодня называется Индия, кстати, что абсолютно тоже превратно понимается сегодня западными людьми, то есть, когда говоришь веды, это есть ассоциация с двумя аспектами. Первый аспект – это индуизм, и все говорят, это индусы, это хорошую религию придумали индусы. Да, Бхагавадгита сразу вспоминается. А Бхагавадгита вообще не вспоминается, а если она вспоминается, то это те, кто в теме, но это, еще раз, таких, гораздо меньшее количество людей, которые знают, что такое индусы, есть такая страна Индия. А второй аспект – это кришнаиды, потому что Бхагавадгита – это квинтэссенция, скажем так, такого эпоса, который назывался Махабхарата, и это всего лишь одна маленькая глава, то бишь сутра. Вот, есть понятие сутры, есть понятие шастры. Так вот, шастры – это, там, скажем, многотомник, а вот сутра – это вот Бхагавадгита, которая была издана отдельно. Это как раз-таки беседа Всевышнего, еще раз, в ведах это Суприм, это Бог, Кришна. И, еще раз повторяю, в соответствии с той религией, будем так говорить, мы сегодня не обсуждаем, что есть правда, что есть неправда, а есть вот просто факты, и я сейчас говорю только всего лишь о фактах. И вот там как раз-таки идет, вот ты упомянул вот эту книгу, это единственная книга, которая была издана в таком огромном количестве экземпляров и с таким огромным количеством переводов на разные языки. Я помню, если отвлечься от главного вопроса, главной темы, я помню, когда я посетил первый раз Индию, почти 10 лет назад, то я зашел в магазин книжный, и у меня, кстати, была с собой книга вот эта Бхагавадгита, но у меня был электронный вариант на русском языке. А я зашел в магазин и посмотрел, что это за книга Бхагавадгита. Мне показали полку, и там стеллаж, и там стояло на этом стеллаже огромное количество Бхагавадгит. Причем это была просто книжка, это был двухтомник, это был трехтомник. Редакции, было огромное количество редакций, и интерпретация всего этого, самое главное, не описание событий, это все описано, скажем так, в Махабхарате. Но там самая главная сцена, это поле на битвы Курухшетра, это место в 60 километрах от современного Дели к северу. Ну, тогда не было Дели, а столица была Хастинапур, это называлось, и там происходило сражение. Я сейчас не буду вдаваться, это слишком долгая история, и потребует ни одной передачи. Но там такой вот эпический персонаж, хотя это была реальная личность, а Арджуна беседует с Кришной о том, о жизни. И вот Кришна его учит, как надо жить, и в чем, кстати, есть счастье. Так вот, мы теперь переходим вот к таким длинным предисловиям, наверное, можно перейти к теме. До разговора, как найти свое предназначение, потому что мы все как бы родились для того, чтобы выполнить нашу главную, основную задачу. То есть, мы должны выполнить наше предназначение, будем говорить в этой жизни. Потому что, еще раз, кто-то верит, кто-то не верит, но если допустить, что есть душа, то она перерождается. Тело, естественно, приходит к своему заканчиванию своего периода, разрушается, и душа получает как бы новое тело. А сейчас не будем вдаваться опять деталей, как процесс это, как это все происходит. Но вот мы сегодня родились, мы живем, скажем так, в этом образе, в этом теле, мужчина-женщина, там тело у нас такое-такое-такое. И мы должны выполнить свое предназначение. Вопрос всех вопросов, как найти свою дорогу в жизни, как найти свою цель, как найти свое предназначение, то, что у нас в открытии называется Дхарма, или Дхарма, это очень не произносится. Да, очень многие знают о карме, но далеко не все помнят об этом слове, о понятии Дхарма, о предназначении. Совершенно верно, да. Таким образом, нумерология на этот вопрос может ответить, как я понял. То есть, с вашей помощью можно узнать свое предназначение. Ну, теоретически, да. То есть, когда-то, вообще-то, на самом деле, вот те ведические времена, запамятные времена, то есть, это было давно до исторических мамонтов, так скажем, циклы совсем другие, совсем другие циклы, количество лет, или, точнее, миллионов лет совсем другое. И когда-то вот в то время у всех были учителя, и считалось, и сейчас многие народности считают, что без учителя нельзя обойтись, потому что по определению учитель – это тот человек, который знает все, и он помогает нам жить, выполнить цель свою в жизни, найти и выполнить ее, и облегчить нашу участь, поскольку все мы живем в материальных телах, и мы все, к сожалению, страдаем. Страданий, заметьте, гораздо больше, чем все-таки каких-то… Позитивных. Позитивных, да, позитивных моментов, каких-то хороших там вещей, это действительно, опять же, очень сложный вопрос. Короче говоря… Эпоха накладывает отпечаток, в котором мы живем, да, так называемая. Накладывает отпечаток все, что угодно, эпоха, да, и климат, и все, что угодно. То есть, если холодно, то мы страдаем, нам холодно, если жарко, мы страдаем, поскольку нам жарко, влажность и так далее. Дальше тело болеет, поэтому для того, чтобы нам легче жилось, для этого учителя нам дают указания. Ну и когда рождается ребенок, то, ну, было такое, так скажем, у всех на земле людей, практически у всех на земле, был распорядок такой, что ли, уклад о том, что к этому ребенку, если родители, конечно, не знают этого сами, приглашается человек, который полностью делает раскладку, более того, даже планируется рождение этого ребенка, когда, зачинание и так далее, в какие дни, ну, в общем, там целый обряд, короче говоря. Ну, ребенок родился, и тогда приглашаются, скажем, астрологи. Вот, нумерология – это часть астрологии, и эта часть астрологии, она намного проще, мы сейчас к этому перейдем, но я пока сейчас общую, так скажем, идею, и тогда родители знают, что ожидать от этого ребенка, и они тогда его, скажем, направляют в соответствии, корректируют свое понимание в соответствии с рекомендациями вот этих учителей, астрологов, психологов, ну и так далее. Но еще не поздно, да, если мы это сделаем для взрослых людей сегодня? Ну, на самом деле ничего не поздно, особенно если учесть о том, что мы перерождаемся, и есть периоды в жизни, я сейчас говорю еще раз о моей персональной концепции этого подхода, поскольку эти вещи я стал изучать, только став посещать Индию, и имея довольно большой опыт, скажем, образования, я в бывшем Советском Союзе, где я прожил довольно много лет, и, в общем-то, обучаясь здесь, в Соединенных Штатах, где я живу тоже уже 25 лет, ну и вот, инкорпорируя восточный подход, ведические знания, и комбинируя все это, это действительно, ну, лично мне помогает, и те люди, которые обращаются, скажем, по каким-то вопросам, поскольку я сам по себе не функционирую, я представляю СНГ-центр, руководителем которого я являюсь, вот это, короче говоря, вот такая вот помощь для человека, который хотел бы, ну, вот это, узнать о себе что-то, ну вот, так, если упрощенно, таким образом, да? Скажите, а вот существует ли, у нас один из вопросов, который мы хотели сегодня обсудить, существует ли вообще какой-то рецепт, формула счастья для каждого человека, вот можно ли с помощью нумерологии каждому человеку дать такой, в руки такой рецепт, посчитать какие-то значения, связанные с его жизнью, и выдать ему вот такую формулу, такой рецепт, если знать дату его рождения точно, допустим? Ну, я уточню, наверное, все-таки, во-первых, универсальных рецептов не бывает, поскольку, как не бывает универсальных таблеток для одной и той же болезни, почему? Потому что истоки болезни могут быть абсолютно разные, и могут существовать тысячи причин, почему человек получил, ему поставили тот или другой диагноз, или тот же самый диагноз, но причины могут быть разные, поэтому нельзя дать такую вот рекомендацию. Ну, во-первых, если считать о том, что мы три едины, то надо соблюдать как бы правила или законы, которые предполагаются для каждого живущего существа. То есть, надо содержать наше тело в порядке, независимо от того, как мы верим, во что мы верим, и понятно, что если взять за основу о том, что мы духовные существа, то единственное все-таки качество вот такого духовного существа, души, это любовь, других нету качества, это же нематериально, он не может, душа не может испытывать ни ненависти, есть только любовь, притяжение к другой душе, ну и, соответственно, к как бы руководителю, условно говоря, вот наших душ, да, то есть, это какому-то, допустим, суприм, свевышнему, вот, единоначалью какому-то, неважно, каждый, чего понимает под этим словом, поэтому, значит, душа находится в теле, тело должно, это как сосуд, в котором находится вода, и этот сосуд должен быть, ну, целостным, то есть, там не должно быть дырок, иначе вода вытечет из него, он должен, то есть, его надо лилить их, холить, лилить, да, их холить, то есть, любовь в основе всего, ну, любовь, да, но, тем не менее, здоровье, конечно, очень важно, потому что, вот это вот то, с чего нам надо начинать, а дальше мы переходим к более тонким материям, это, скажем, наши мысли, наше эмоциональное состояние, вот эти тонкие тела, которых называют разные, у нас их много есть, энергетических тонких тел, а вот с этого, как бы, мы должны двигаться снизу вверх, вот по такой ступеньке, да, но, скажем так, дата рождения, она, даже у тех людей, которые родились в один и тот же день, люди имеют разное качество, да, совершенно верно, потому что, да, но это, к сожалению, в западном интерпретации, в западном гороскопе, это полная профанация, почему, потому что, если мы будем разбирать, скажем, западную астрологию, восточную астрологию, да, в упрощенном варианте, еще раз, конечно, астрологи все это знают, они это учитывают, но люди, которые этого не знают, и когда делаются гороскопы, они их читают, эти гороскопы, то есть, речь идет о том, что день рождения, там не учитывается, не время рождения, а не учитывается, где находилась, что самое интересное, луна, вот на востоке передается большее значение луне, а не солнцу, то есть, человек родился, вот возьмем сегодня, 29 октября, правильно? Да. 29 октября, люди, которые родились 29 октября, они отличаются от тех людей, которые родились 28 октября, а вот если мы возьмем, значит, 29, скажем так, октября, то будем считать, что это, во-первых, это знак весы, так, и 28 знак весы, и 27 знак весы, то есть, получается, в период с такой-то по такой-то у нас есть качество, они есть, да, но есть три параметра, это солнце, это луна, и то, что называется, какой знак зодиака, дело в том, что мы, если считать 24 часа и 12 знаков, то вот в момент нашего рождения на Востоке мы знаем то, что какой был знак восходящий, то есть, короче говоря, это все примерно в среднем по 2 часа вот держится такой знак, потом он переходит в другой, в третий и так далее, вот таким образом, поэтому солнце, луна и вот знак, восходящий в этот момент, в этот момент нашего рождения, вот это имеет значение. Солнце, то есть, одна треть качества, причем не самая большая, она как бы для всех одинаковая, наверное, но нюансов очень и очень много. Еще раз, вот давай, допустим, перейдем сегодня к сегодняшнему числу, 29 октября. Очень интересно для сегодняшнего дня посмотреть предназначение людей, которые родились сегодня, если так можно сделать. Ну, вот что такое 29, допустим, октября, любого, допустим, года, да? Опять же, это все должно быть упрощенно, иначе тогда мы будем сейчас, эта передача будет длиться не 20, не 30 минут и не час. Вот 29, да? Значит, с точки зрения нумерологии, 2 плюс 9, это 11, 11 в сумме дает двойку, то есть человек, который родился 29 числа или 2, или 11, или 20, или 29, находится в первую очередь под влиянием Луны. Что такое Луна? Это не просто искусственный спутник Земли, как его называют, в астрономии. Называется естественным спутником, искусственным, наверное, это какое-то знание. Да, совершенно верно. Это, значит, вот если Солнце, это тело, то Луна это ум и это эмоции. И мы знаем, что женщины, в принципе, вот это знак Луны. Двойка это Луна. И в основном это женский знак. Почему? Потому что там больше эмоций и больше интуиции, будем так говорить. И вот, допустим, если человек родился вот конкретно сегодняшний день, то у него есть определенные, скажем, там, параметры, конкретные параметры для него, для такого человека. То есть, эти люди, вот чем бы они ни занимались, они будут очень вдохновенно работать на этом поприще, вот, занятия. То есть, у них будет проявляться какая-то вот такая несвойственная другим людям интуиция, неожиданная порой интуиция. Они могут браться за какие-то, допустим, реальные дела и их воплощать, вот то, что они хотят, каким-то очень странным, может быть, непонятным для других способом, но это будет работать. значит, единственное, в чем вопрос, вот как, поскольку это Луна, то будут определенные моменты в их жизни, когда Луна будет находиться в определенных позициях, скажем, полнолуния, тогда они будут более чувствительны к этим изменениям. Они будут более чувствительны, эти люди, к изменениям, то, что называется там магнитные там какие-то бури резонансные там какие-то вот, то есть, у них возможно будет настроение меняться, у них самочувствие может меняться по сравнению с другими людьми. Это именно потому, что они родились именно вот в этот день 29 числа, не только 29, 2, 11, больше или меньше степени, но именно в 29 числа сегодня мы об этом будем говорить. Дальше, что нужно было бы еще избегать, поскольку они могут находиться в каком-то подавленном угнетенном состоянии, то, что сегодня называется модным словом депрессия, вот эти вещи надо избегать любыми путями, то есть, надо эти вещи знать, надо понимать о том, что природа выше нас, выше того, что мы думаем, и те действия, которые мы предпринимаем, их можно избежать, если мы об этом знаем. Вот для этой цели нам нужны люди, которые могли бы нас просто направлять. Вы знаете, вот в иудаизме у евреев есть рыбаи, правильно? Да. И вот в местечках старых сегодня никто их не слушает, к сожалению, но и сегодня опять же они все современные, не те, которые были когда-то, а тогда люди приходили и просили советы, и давали советы, и никто не сомневался, их просто выполняли, это как руководство к действию. Однозначно, априори, люди знали о том, что эти люди мудры, и они говорят, они знают. Как, что они не анализировали, откуда они знают. Сегодня нас все анализируют, а где-то это прочитала, где-то это статистика, начинает проверять это все. То есть, ну, еще раз, сегодня, ну, сегодня будем говорить так, никто не говорит, что проверять не надо, но есть вещи, которые не стоит проверять. Вот то, что я, допустим, рассказываю, не надо проверять. Вообще-то, ничего не статично, оно динамично, поэтому, если человек знает свою природу, зачем идти против природы? Она всегда будет сильнее, и на это есть серьезные определенные причины. Вот. Ну, вот такие люди, если они не вступают, опять же, это такая общая характеристика, если они не вступают в брак достаточно рано, то они могут вообще, так скажем, потом и не вступить. Остаться одинокими на всю жизнь. Остаться, да, могут остаться одинокими, да, на всю жизнь. Значит, ну, вот те люди, которые конкретно 29 числа родились, да, конкретно, еще раз, не 2-го, не 11-го, не 20-го, а 29-го числа, то есть, если они родились в начале периода, поскольку под знаком скорпиона, допустим, это все происходит. Да, это скорпион. Это скорпион, допустим. Они будут испытывать сильное влечение к людям противоположного пола. И в жизнь, в их жизни будет немало каких-то романтических свиданий. Ну, вот это конкретное, скажем так, для таких людей. Интересно, да. Да. Ну, опять же, поскольку это все луна, а луна это эмоции, луна это интуиция и как-то, скажем, не то, что относится к физическим каким-то, а к каким-то вот таким тонким вещам, то у них всегда будет в душе как бы жить вот такая вот музыка. Музыка и они будут испытывать не просто обычная музыка, да, любовь музыки, они могут быть, разбираться в живописи, допустим, поэзии, музыкантами могут быть музыкантами и каким-то вот таким изящным искусством, вот правильно сказать, вот они будут склонны вот таким вот изящным искусством. Если люди, опять же, это знают, то есть, ребенок родился этого числа, и родители его направляют, то им не надо направлять этого ребенка, допустим, как сегодня модно, баскетбол, плавание, фигурное катание, там, атлетика, ну, может быть, конечно, если этот ребенок испытывает лечение, то и не надо ему этому мешать, но не надо, допустим, его форсировано вводить и заниматься этими вещами, поскольку он другого склада человек. Это не тот человек, который родился, допустим, на день раньше, 27 числа, или, допустим, совсем не тот человек, который родился завтра, 30 числа, завтра, вот, 30 число, это цифра, которая, кстати, Володя, ты родился, я родился 30, ты родился 3 числа, это совсем другое, то есть, вот для таких людей, могу сразу сказать, их день, допустим, да, их день понедельник, вот, понедельник, и это люди, еще раз повторяю, которые относятся, находятся под знаком Луны, они совсем по-другому относятся, то есть, это люди, командные игроки, будем так называть, а вот тройка, это уже не командный игрок, это человек, который любит себя самого, и который не терпит никаких давлений, и никак не может, скажем так, не хочет, точнее, соглашаться с каким-то чужим мнением, потому что он сам учитель, он может кого угодно сам научить, он не терпит никаких учений, и наставлений в свой адрес, а вот сегодняшние именинники, они могут воспринимать указания нормально, то есть, им дали, скажем так, вот, задание, они будут его выполнять. Имеет значение, мужчина или женщина? Имеет значение, конечно, больше склонно это к женскому полу, потому что женщина по природе своей Луна, а если мужчина под этим знаком тоже Луна, то тут могут быть какие-то, ну, как бы раздрайв, что ли будет, возможно, возможно, хотя есть очень много сильных личностей, но, повторяю, они миротворцы по своей природе, то есть, они не вступают в конфликтные ситуации, как, допустим, девятки, то есть, тех, которые родились 11, там, 18, 27 числа, вот эти вот воины, победители, завоеватели, они не будут мирным путем ничего улаживать, то есть, эти вещи надо знать, было бы неплохо знать, почему они помогают, то есть, это же информация, как мы распорядимся нашей информацией, это уже дело, так скажем, совсем других, другое, это прерогатива не нам судить, а нам просто надо выполнять то, что нам природа диктует, ну, было бы логично вот таким образом, и не лезть против природы, сказать, что мы не верим, ну, хорошо, ну, не верьте, а если это потом наступит, момент, когда будет уже поздно, но незнание закона не освобождает от ответственности, это от ответственности, да, вот, значит, ну, вот опять же, возвращаясь к нашим именинникам потенциальным, если люди, неважно, вот мужчины или женщины, там, они будут всегда одеваться со вкусом, то есть, у них есть понятие вот этого изящества, и понимание гармонии, гармонии, то есть, им будут нравиться вещи, ну, такие красивые, роскошь, это будет для них вполне нормально, аристократически, да, ну, может быть, да, в какой-то степени, да, и они будут стремиться вызывать восхищение у окружающих, как они элегантны, как они хорошо одеты, и так далее, и так далее, дальше, ну, как я уже сказал, да, это люди, которые, вот, склонны к литературе, вот, к изящным искусствам, к словесности, литературе, и это очень, да, вот, как бы, надо эти вещи знать, то, что касается финансовых, финансового положения, поскольку, опять же, тело, да, оно не только должно быть здоровым, тело должно еще, и мы, кстати, об этом будем говорить в наших других отдельных, наверное, программах, оно должно быть обеспечено, то есть, вот, к примеру, человек родился 29 числа, то есть, вот то, что вот до сих пор я рассказывал, это ему свойственно, то есть, ему это все нравится, но он не может устроиться, то есть, он, ну, не писатель, он не художник, он не музыкант, и даже если ему нравится, он не может заработать на жизнь вот этим. Но это не всегда востребовано в современном социуме, никуда от этого не деться. К сожалению, особенно сегодня, когда мы находимся в мире бизнеса, особенно в Соединенных Штатах, это мир бизнеса, мы знаем, и все здесь материальное, в большей степени, то человек тогда вынужден искать где-то способы заработка, и об этом мы тоже будем говорить в других программах, где-то совсем на другом поприще. Какой-то компромисс найти между своей природой и требованиями социума, скажем так. Да. Компромисс, к сожалению, как правило, ну, по статистике, ему не удается найти, он должен быть готовым к этому компромиссу, ну, и он находит вот то, что ему предлагают. И если это противоречит его природе, тогда будут много проблем. То есть, будут проблемы со здоровьем, будут проблемы с каким-то отношением, ну, к противоположному полу, в семье, могут быть проблемы. Почему? Потому что он по природе своей не удовлетворен, то, чем он занимается. Если человек, а работа у нас занимает очень важное место в нашей жизни, у каждого из нас, и он работает, занимается то, что ему не нравится, тогда это будет отражаться волей-неволей на другом, то есть, должен быть всегда баланс. Вот нравится, не нравится, значит, всегда не будет, скажем, отношений правильных. То есть, все просто. Нужно смотреть, что нравится, идти этим путем, это как некий компас. Если идти против природы, то заканчивается это плохо. Против своей. И делать то, что не нравится постоянно. Ну, да, да, то есть, вот такие люди, они могут попытаться добиться успеха в финансовом благополучии, но использовать свой дар озарения и воображения, поскольку, еще раз, это интуиция, в первую очередь. Да? Ну, к примеру, человек, ну, это плохой пример, но тем не менее, человек пришел в казино, да, в казино, и решил там поиграть. Вот, куда вставить? Красное, черное? Ну, вот у него, так, взял внутрь себя, заглянул, подумал, ну, вот у него озарение, поставлю я на красное. Вот у него шансов больше выиграть. К примеру, таким людям, чем другим людям, да? Ну, тут много других, конечно, параметров, и я еще раз не призываю к походам в казино, поскольку это то, что называется гэмбл, но, скажем, стакмаркет, вот о чем мы будем говорить, да, он может в этом принимать участие, поскольку это очень тяжелая работа, и это не казино, вопреки укоренившимся каким-то мнением, непонятно откуда взятым, о том, что это гэмбл. То есть родившиеся сегодня могут быть успешными брокерами? Ну, брокерами не совсем, поскольку брокер выполняет рутинную работу, брокер вообще ничего не знает, никаких у него озарений нету, брокер получает свои комиссионные, выполняет свою конкретную работу, получив свой лайсенс, лицензию и так далее. Нет, это как раз не брокеры, это как раз игроки, которые могут пользоваться своим, вот таким, своей интуицией и своими озарениями. То есть это те, кто дает задания брокерам? Ну, не то, что задания, которые являются клиентами. Клиентами, Вот. А то, что касается здоровья, то, ну, скорее всего, те люди, которые родились вот 2-го, 11-го, там, 20-го и 29-го числа, они не будут отличаться в юности каким-то крепким, могучим телосложением, крепким здоровьем и так далее. То есть они будут перенапрягать свой мозг. Опять же, это же все относится к интуициям, относится к озарениям. То есть человек больше мыслительными, скажем, своими способностями пользуется, чем физическими. И тогда могут быть вот такие вот перенапряжения. То есть, ну, человек может получать тогда, скажем, выдавать свою мечту за реальность. Вот он себе что-то там придумал, вообразил, и он в этом, скажем так, и находится. А на самом деле это полная майя, иллюзия. И на самом деле это может быть абсолютно не этим. Да. Вот. Что еще? Ну, могут быть проблемы с поясницей, со спиной, и как следствие можно получить проблемы с легкими носоглотками. Вот. Надо быть осторожными этими людьми. Значит, Это мы здоровья коснулись в контексте счастья. Здоровья. Ну, да. Потому что это физическая составляющая. Это наше тело. Оно должно быть здорово. Соотношения вот какие. То есть, существуют вибрации. И поэтому, вот, допустим, это относится полностью к счастью. Мы об этом тоже будем говорить. Как отношения наши с окружающими? Это очень важный момент. Мы не живем на необитаемом острове. Вокруг нас есть люди. И самое главное, у нас есть, ну, как бы, или должны быть семьи, да? То есть, почему? Потому что мужчина это мужчина, женщина это женщина, а в сумме это, так сказать, гармония. То есть, это две половинки, да? Чего-то целого. Да. То есть, в идеале, так должно быть, вот так должно быть. Хотелось бы, во всяком случае. Хотелось бы, да. И поэтому очень легко, ну, относительно, конечно, легко просчитать, можно своего избранника или избранницу, если мы находимся в этом возрасте, когда мы хотим. То есть, ну, не секрет о том, что у нас огромное количество разводов, процентное отношение это очень-очень много. А все почему? Потому что, причин много, естественно, но одна из причин, о том, что, да и не начинать не надо. Почему? Потому что цифры не вибрируют, то есть, допустим, друг с другом. Поэтому, скажем так, шансов на здоровую, крепкую ячейку общества, да? Не много. Они есть, но их не много. Вот этот момент надо знать. Ну, в данном случае мы сейчас говорим о том, что, если мы говорим об этих людях, которые сегодня родились, то это двойки, а двойки испытывают лечение к семеркам. То есть, тем людям, которые родились 7, 16, 25 числа. Понятно. Вот. То есть, самый простой момент, вот, вот, если мы хотим с кем-то познакомиться, то, ну, сразу узнавайте дату рождения, да? Вот. И если она вот такая, все, у вас шансов много. Особенно, если вам этот человек нравится, ну, вот, видите, это информация, которая полезна, полезна, да? Да. Стало сразу очень интересно, а как насчет троек? Тройки кому испытывают влечение? Ну, тройки мы перейдем к этому, значит, в следующую цифру, да? Когда у нас будет тройка. Ну, в данном случае, это будет 30-го завтра, воскресенье, да? Давайте мы с этим закончим, так? Значит, опять же, понедельник, это тот день, который самый лучший день для человека, и поэтому планировать надо свои дела на понедельник, особенно, если это выпадает на 2-е, 11-е, 20-е, 29-е числа, это сегодняшним именинником, да? Ну, в какой-то степени, если выпадает на числа 7-е, 16-е, 25-е, в какой-то, в каком-то смысле, в меньшей степени, возможно, да? Ну, и еще раз, вот таким людям надо избегать деловой активности какой-то в числа, которые четверка, восьмерка и девятка, вот это их антагонисты, скажем так. Ну, соответственным образом, допустим, как еще одеваться можно, да? Ну, во-первых, если мы говорим о двойке, а двойка – это луна, то, соответственным образом, это одежда может быть именно вот таких оттенков, то есть, это, скажем, белый цвет, бежевый цвет, значит, какие-то оттенки синего, светлые тоны, тона, ну, и поскольку это все-таки Нептун, то постельные цветы электрик, вот такие светло-серые, может быть, сизо-серые, какие-то, ну, и какие камни, то есть, это важный момент, вот я тоже ношу определенные камни, соответствующие моей дате рождения, и это камни, то, что относится к Луне, то есть, это жемчуг, лунный камень, топаз, ну, поскольку это семерка, то это янтарь, бирюза, еще может быть, ну, и понятно, важные даты, которые этим людям надо знать, об этих людях, то это такие люди, вот, второе, даты, да, два года, семь лет, одиннадцать, двадцать, двадцать пять, двадцать девять, ну, и так далее, то, что в сумме дает, значит, двойку, так, ну, вот, допустим, человек родился в этот момент, да, в эти дни родился, ну, вот, допустим, Ганди, он известный был мыслитель, миротворец, он родился второго числа, допустим, да, Геббельс, да, фашистская Германия, некая противоположность Ганди, двадцать девятого, но, кем он был, он был министром пропаганды, то есть, чем он занимался, это вопрос другой, конечно, кем он был, потому что, да, существует два полюса, и у каждого человека они есть, то есть, есть демоны, их называют асуры, а есть дебаты, их называют, ну, скажем, полубогом, полубогами, да, это те люди, которые, в общем-то, помогают, ангелы, допустим, да, они, это два полюса одной и той же натуры, да, вот, к примеру, возьмем девятку, да, в своем хорошем качестве, это не воин, который вот на пролом разобьет всех и вся, поубивает всех и вся, добьет свои цели, как Александр Македонский, допустим, да, а девятка, это последняя цифра в ряду, то есть, это мудрость всех цифр, то есть, такой человек мудрый, и если за ним идут огромная армия людей, то идут не на победу, завоевание, на войну, а идут за ним на благо других людей, то есть, это то, что относится к благотворительности, вот, давайте делать добрые дела, вот это вот благотворительность, ну, тут можно привести много примеров, включая, кстати, моего брата, который организовал, был успешным бизнесменом, и остался, кстати, но сейчас он занимается полностью благотворительностью, имеет такие возможности, и это то, что называется, давайте делать добрые дела, причем природа взяла свое, но другой бы бизнесмен никогда бы не остановился на подъеме, а он остановился на подъеме, он сказал, мне это не интересно, и, ну, неважно, мой брат или не мой брат, но таким людям надо, так сказать, вот отдать должное, то есть, природа взяла свою, и нечего сопротивляться, и нечего идти против этого, иначе можно получить, набить шишки, по башке, да, и достаточно серьезно. Володя, я полагаю так, что мы у нас по времени уже, да, со временем, я думаю, те, кто сегодня родился, получили исчерпывающие рекомендации, как стать счастливыми, причем во всех аспектах, начиная от избранника, заканчивая камнями, и здесь же, и профессиональная часть деятельности своей, если бы я родился сегодня, я бы просто записывал, наверное, вот прямо ручку бы взял, и записывал в те, ту информацию, которую вы сегодня сказали, очень интересно. Да, ну, на самом деле, программы наши записываются, на самом деле, они потом выставляются в YouTube, у нас сегодня нету видеоряда, но у нас будут какие-то там заставки, допустим, на фотографии, и там можно, прослушав эту программу, можно все это дело записать, поскольку действительно это интересно, но хотелось бы, я полагаю, так, что у многих возникнут вопросы по поводу своих собственных дат, но мы это будем проходить, и наше время в эфире сегодня, в субботу, и вот время в эфире начало программы у нас в 10.30, 10.30 по времени Чикаго, в этот час, скажем, на восточном побережье, это 11.30 утра, начало нашей программы, Вашингтон, Нью-Йорк, на западном побережье, это 8.30 утра, это Калифорния, там, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, а в Москве, в этот час, 18.30, здесь, в общем-то, время уже, так скажем, воспринимать информацию, в самый раз, самое хорошее время, да, ну, еще раз повторю, все программы у нас записываются, потом они выставляются в YouTube, и Facebook, и наши координаты, это sungatesradio.com, sungatesradio.com, тройное W, да, там находится плеер, мы можем в реальное время слушать наши передачи, задавать вопросы можно, опять же, в прямой эфир, это sungates108, sungates, солнечный оборот, на конце буквы S, sungates108, это на Skype, и YouTube, там можно, опять же, оставить свои замечания, комментарии, задать свои вопросы, и Facebook, sungatesradio, ну, меня зовут Майкл Мелехов, и сегодня я беседую вот с Владимиром Голдштейн, и мы будем продолжать эти программы, и в других ракурсах, на другие темы, Володя, у тебя будет, ну, буквально пару слов, у тебя будет своя авторская программа, на какую тему? Это будет авторская программа под названием «Монтология тайн», где мы поговорим о всех загадках, которые только можно себе представить, о самых различных загадочных, таинственных случаях, и о том, что волнует сегодняшних людей, то, что есть вокруг нас, но то, что скрыто иногда, скрыто по разным причинам, вот мы обо всем об этом поговорим, я думаю, это будет очень интересно. Да, спасибо. Ну, дорогие друзья, о дне выхода первой такой программы и будущих программ мы будем объявлять на Facebook, поэтому следите за нашими передачами, и мы начнем уже, по всей вероятности, на следующей неделе такую программу, и, полагаю, это будет достаточно интересно. Ну, а сейчас мы должны туда, сегодня закончить, да? Майкл, спасибо большое вам, мне было очень интересно, думаю, что нашим радиослушателям тоже было интересно, и они почерпнули очень много полезной и важной информации для себя из вашего рассказа. Да, спасибо большое, но я тебе делал сам нумерологию, буквально пару дней назад, считал свою дату рождения, но вот твое восприятие. Ну, вот я был удивлен, потому что это все происходило буквально с лету, без всякой подготовки, на листике, и то, что ты говорил, полностью совпало с теми событиями, со всем тем, что происходило в моей жизни, я был даже в некотором шоке. То есть, это произошло совершенно, ну, как ясновидящий сидит перед тобой, хотя это была нумерология, не ясновидение, с помощью вычислений говорить все то, что на самом деле происходило, и называет правильно совершенно, ничего не зная, все те тенденции, которые были в моей жизни. Поэтому вот такой личный опыт интересный. Да, спасибо, Володя, но это лишний раз подтверждает то, что действительно природа есть природа, человек рождается в определенный день и определенный час, это точнее скажут астрологи, не случайно, то есть, это говорит о том, что у нас есть путь, вот по этому пути мы должны идти в соответствии с нашими качествами и более подробно мы об этом будем говорить в наших следующих передачах, но повторяю, эта информация не просто анализ того, что произошло и кто мы такие и есть, а это всего лишь информация к размышлению о том, что если у нас есть какие-то проблемы, они безусловно у всех у нас есть, живя в физическом теле, мы не можем не иметь таких проблем, это возможность их скорректировать, устранить или облегчить нашу, так сказать, участь, если она у нас вот такая вот доля у нас несчастная, да. Хорошо, все, дорогие друзья, спасибо за внимание и до новых встреч, Володя, спасибо. Спасибо, спасибо, да, до свидания, да, до свидания, да, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова